всем доброе утро доброго времени суток все кто где подключается сегодня без фейсбука пока на некоторое время но если вы полном шоке что вы здесь делаете куда вы попали толпы попали на ежедневный урок по законам благословения который мы начали сначала карантина карантин закончился и нет ними никакого представления еще раз подчеркиваю несмотря на все инсинуации политика я не занимаюсь натора продолжается мы учимся по этой замечательной книжке шухан рук и кацар второй ее раздел и давай у нас был небольшой перерыв вчера к сожалению из-за того что должен был быть на похоронах рано утром я не смог провести урок давайте напомним о чем идет речь мы не просто занимаемся благословение а мы офигенные молодцы потому что мы подходим к самому концу уже этой книжки я просто вам покажу что вот нам вот 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 совсем все что нам осталось до дальше там всякие таблички просто идут до конца вот это вот столько сколько мы выучили поэтому мы большие с вами молодцы и мне кажется что мы учим очень интересную тему потому что последний раздел мы уже говорили о благословении до еды после еды на запахе и так далее последний раздел называется разные благословения при этом благословение на запахе тоже к ним относятся но я напомню что все благословения которые у нас есть делятся на три категории это благословение на получение удовольствия благословение на благо на восхваление и благодать�но словения но выполнение заповедь мы здесь практически не занимаемся потому как каждая заповедь имеют свои законы поэтому это бессмысленно это благословение а то как говорить благословение я думаю что вы уже разобрались вы с вами не получение удовольствия делится свой счет на три категории это благословение на иду питье и на запахе этим тоже мы уже разобрались. Вот сейчас мы занимаемся благословением, которое называется благословение восхваления и благодарности. И мы с вами говорили о благословении и благодарности за то, что мы дожили до этого момента, на то, что, как я уже неоднократно говорил в иудаизме, лучшее не враг хорошему, это отдельное благословение. Благословение на избавление от опасности, которым мы с вами посвятили целых две главы, если не ошибаюсь. И сейчас мы занимаемся по-настоящему разными благословениями, то, что называется брикат-рэйя, благословение на то, что мы видим. Но здесь я хочу подчеркнуть, несмотря на то, что то, что мы видим, от этого мы тоже можем получить удовольствие, это благословение не на получение удовольствия. Благословение на то, что мы видим, это не, если мы сходили в театр, в музей, посмотрели хороший спектакль, послушали, увидели наших любимых артистов и так далее, это не на это удовольствие мы благословляем. Эти благословения относятся к категории благодарности за что-то. И не говорится, мы с вами обсудили благословение на и то, если с вами произошло какое-то реальное чудо или с кем-то из ваших близких произошло чудо. Когда и как мы говорим, мы сегодня закончим эту тему. Ну и кроме того, есть куча всяких благословений на природные явления, которые мы сегодня с вами начнем. И я вам могу честно сказать, может быть, вы мне поможете. Я даже спрашивал у самого образованного из своих друзей, знакомых, которые реально судья в еврейском суде. Он тоже не знает, что это такое. Одно из понятий, которое здесь упоминается, это первый раз в этой книжке, что я встречаюсь с чем-то, что я действительно не знаю, что это такое. Но радует, что это не только я не знаю, что это такое. Я нужно готовиться к этому уроку. И сам Равесрой Беринбаум, самый образованный из моих близких друзей, судья Равинского суда Российской Федерации, тоже сказал, что он полностью без понятия, что это такое. Ну, не знаю. Попробуй, да если дойдем до этого, разберемся. Но давайте в двух словах повторим, о чем мы говорили по поводу благословения благодарности. И мы говорили благословение благодарности на географическое положение. Что имеется в виду? Это благословение благодарности, когда ты попадаешь в то место, где с тобой случились чудеса. И здесь очень тонкий момент, потому что это не благословение на то, что с тобой случилось чудо, ты выжил в какой-то там тяжелой ситуации и так далее. Это другие благословения. Это благословение шейхияну на то, что мы выжили, или избавление от опасности, агумель, или если это чудо произошло, ты на несколько человек вместе, то говорят благословение, а то бы амитив нет. Идет речь о том, что как минимум через месяц после того, что с тобой произошло чудо, ты попадаешь в то же самое место, где с тобой это чудо произошло, ты говоришь благословение, баруха, да, сейчас меня будет наезжать член нашего колхоза, что я опять говорю о благословениях, которые не приводятся в Сидури, вот в этой книжке. Это другое благословение, я поставлю в группу WhatsApp, как звучат эти благословения. Кому нужно смотреть на Инстаграме, с удовольствием пришлю. Пришлю это благословение в личку. Благословение, о котором мы говорим. На место, в котором, когда мы попадаем, в место, где с нами произошло чудо, как минимум через 30 дней, после того, как это чудо случилось, мы говорим, баруха таа шем илокейну мела холам, ша са линес, б махом хазе, благословение Всевышнего Бога, наш, ладыга Вселенной, что сделал мне чудо в этом месте. Если мы попадаем, это очень интересно, тут законодательный момент логический. Если мы попадаем, с нами произошло много чудес, во множество местах, если мы попадаем в место, в котором произошло хотя бы одно чудо, мы говорим это благословение на все чудеса, упоминаем все места, то есть это благословение не на чудо, а на тот факт, что мы попали в то место, где это чудо произошло. При этом, это же благословение можно сказать, когда это чудо произошло с кем-то из наших близких, с нашими детьми, с родителями, с нашими учителями. Если это действительно нас затрагивает, то мы говорим то же самое благословение, только в конце говорим, ша сэ нэсла бину б махом и зэйлора, бейнула махом и зэлла, что сделал чудо нашему отцу, нашему сыну, нашей дочери в этом месте. Ещё один очень важный критерий по поводу такого благословения — это то, что если вы попадаете в место, где для вас произошло чудо, если даже вы просто знаете, что это является этим географическим пространством, где произошло с вами чудо, даже если не осталось никаких признаков того, что там произошло чудо, вы всё равно говорите это благословение. Если вы говорите это благословение на место, в которое вы попали, где произошло чудо для кого-то из ваших близких, только тогда, когда там есть знак того, что с вами произошло это чудо, тогда вы говорите. Самый наглядный пример, о котором мы говорили с вами на прошлом уроке, это, не дай Бог, ни про кого будет сказано, мемориальные места, связанные с катастрофой европейского евреиста. Предположим, если кто-то из ваших близких пережил, не дай Бог, не про кого будет сказано, Баби Яр, то попадая в Баби Яр, это бесспорное чудо, которое произошло с вашими близкими, бесспорно оно вас касается, если ваши бабушки, дедушки, прадедушки там пережили, оно непосредственно касается вас, потому что вы сейчас здесь, и там есть мемориал, то есть есть напоминание о том, что там произошло это чудо, вы там можете сказать благословение. Баруха Таачем Локейн Малаха Улам Шааса Неславу Тейну Нашим прадцам Предкам Бен Макомазе в этом месте, потому как там есть именно указание того, что здесь произошло это чудо. Но здесь еще я хочу закончить повторение одной очень важной концепцией в иудаизме. Чудеса в иудаизме это очень плохо. Почему? Потому что мы говорим о чудесах, которые происходят тогда, когда естественным образом мы не можем выйти из ситуации. И мы понимаем, что все, кранты, конец и так далее, и только тогда когда происходит, когда происходит чудо, мы спасаемся из этой ситуации. Сотни тысяч таких ситуаций во время Второй мировой войны, они просто известны истории. Я уверен, что у каждого в семье, кто слушает этот урок, есть истории, которые вы можете рассказать. Соответственно, дай Бог, чтобы у нас не было возможности говорить такие благословения, чтобы наше избавление от опасности чудесным образом не было с помощью чуда, а мы просто не попадали в такие ситуации. Продолжим читать дальше. Раз мы уже коснулись вопроса чудес, то Шулханору здесь немножко обращают внимание на то, как нужно себя вести, реагировать на чудеса, которые с нами происходят. Я продолжу читать по тексту и буду переводить. Принято в еврейском народе, это общепринято еврейская традиция, что через год, еврейская годовщина, дня, когда с вами произошло то или иное чудо, для того, чтобы поблагодарить Всевышнего и радоваться этому. Здесь приводится еще одна практика, которая, скажем так, больше всего распространена среди брестовских хасидов. Я сначала объясню по поводу этой практики, а потом мы поговорим о том, какое отношение она имеет к чудесам. Есть такая практика, Рабин Ахман из Бреслова об этом очень много пишет, называется «Идбодедуд» или на ашкенандском произношении «Избойдуд». Что это такое? Это когда ты уединяешься в каком-то месте, Рабин Ахман говорит, что желательно, что это был лес или какое-то открытое природное пространство, где ты, Рабин Ахман говорит, что каждый день еврей, его хасид, брестский хасид должен уходить на час в такое уединение, и там просто кричать Богу, вот просто давать волю всем эмоциям. Кто участвует в уроках Тани повторником вечером, тот поймет эту терминологию, когда мы говорим о внутреннем аспекте сердца, когда твое внутреннее божественное «я», эмоциональное «я» разрывает все рамки интеллекта, и ты просто там кричишь Всевышнему, почему нужно уединяться, чтобы никого не стесняться, и вести себя просто, нарушая все рамки этикета и рамки поведения в обществе. Это называется «Идбодедуд», Рабин Ахман из Преслова говорит, что нужно делать это раз в день. Любавический Рабин говорит, что это очень хорошая практика, но обязательно это нужно делать хотя бы один раз в год в день своего еврейского дня рождения, давать вот эту волю своим эмоциям. Говори здесь Шелхонору, что если вы знаете, что мы сейчас говорим уже не о месте, где произошло чудо, а о конкретном чуде, которое с вами произошло, такие ситуации сразу нас заставляют по-другому смотреть на реальность, по-другому воспринимать присутствие Всевышнего в этом мире, сколько я могу только десятки, если не тысячи даже примеров привести людей, которые я знаю, которые меняют свою жизнь, потому что пережили какое-то моральное, физическое потрясение и осознали, что с ними происходит чудо. Когда ты осознаешь, что с тобой такое произошло, действительно какое-то невероятное избавление от опасности, то принято в этот день, в годовщину этого дня по еврейскому календарю, уединяться и там просто кричать и радоваться Всевышнему, потому что Он тебя спас, потому что тебе произошло это чудо, нарушая все рамки приличия и пофиг, потому что рядом с вами, кроме сосенок, никого нету. Это идея Итбуды Дута. Также говорит Шулханару, «Вехен я асэ сэ сэудат удаа». И также принято сделать благодарственную трапезу, «Высапарь фцат майонез» и расскажет немного о своем чуде. «Венэхше ушабулы сэудат митсва». И это считается заповедная трапеза. Давайте тут сразу много терминов, может быть, для кого-то новых в иудаизме. Я объясню, о чем идет речь. Принято устраивать благодарственную трапезу. Я когда-то вам рассказал, когда мы только начали учить вот эти разные благословения, пример с нашим вторым сыном Элиезером, который у нас очень умный мальчик, и в 17-18 лет заканчивается уже первую степень в колледже, но немножко неуклюжий, часто попадает в историю. По-моему, здесь присутствует на уроке человек, который помнит, как Элиезер, когда ему было лет 5, в самом конце Йонки-Пура растек себе голову чуть ли не пополам в синагоге просто об угол стены, потому что проходил мимо. И мы наш Йонки-Пур закончили тогда в больнице еще с десятком других еврейских детей, которые к концу Йонки-Пура родители за ними уже не следили. Ну, Элиезер, не то, что мы не следили, он просто шел по синагоге и вошел в угол. Anyway, так вот, несколько лет назад, ему было тогда лет 11-12, его практически переехала машина, когда он выходил из школьного автобуса, просто машина не остановилась на стаб-сайне школьного автобуса и вот просто по носу ему протерло, и ничего с ним не случилось. Мы тогда в синагоге, он сказал благословение за исправление от опасности, и мы устроили то, что называется «Сиуда-то-уда» – «Благодарственная трапеза». В чем идея «Благодарственная трапеза»? Как вы знаете, в еврейской традиции мы любим повеселиться, особенно хорошо покушать. Почему? Потому что, когда мы кушаем, мы говорим на каждую вещь, мы говорим благословение Всевышнего, тем более, если это происходит в шаббат или празднике, плюс еще кедуш, больше людей в этом участвовали. То есть, когда у кого-то годовщина смерти близких устраивается то же самое, для чего? Для того, чтобы все те заповеди, все все хорошие слова, которые сказаны, благословения, слова Торы, которые говорятся во время этой трапезы, шли благодарны Всевышнего за этого человека и в данном случае за это чудо. Так вот, говорит Шелхоноров, если у вас есть конкретное чудо, которое с вами произошло, не чудо-юдо, а именно чудо, которое с вами произошло осознанно, в день, когда произошло это чудо, принято устраивать такую благодарственную трапезу. И на этой трапезе, кроме того, чтобы пригласить кучу народу, чтобы они там перекусили, поели селедку и поковыряли с них своими еврейскими пальцами и запили водкой, да, принято рассказывать об этом чуде, потому что у нас есть еще одна заповедь, которую мы здесь можем выполнить, это заповедь Персума Дениса, распространения знания о чуде, как, например, то, что мы делаем в Хануку, почему ханукальные свечи всегда должны выставляться в месте, которое доступно для публичного обзора, и это одна из причин, почему мы говорим благословение на заповедь зажения ханукальных свечей, а надеюсь, что здесь все более-менее образованные люди, ну почти, которые знают, что ханука произошла гораздо позже, чем нам были даны 613 заповедей, такой заповеди в Торе у нас нет, но при этом мы говорим благословение, что осветил нас своими заповеди, дал нам заповедь зажигать ханукальные свечи, которые, например, в Торе у нас не упоминаются. Есть несколько причин, почему мы говорим это благословение. Одна из причин — это то, что мы говорим благословение на выполнение заповеди, распространять знания чуде, которые наши мудрецы считают, да, заповедь истории. Так вот, устраивайте эту трапезу, потому что если евреев не накормить, слушать они ничего не будут, поэтому сначала накормите, дайте всем хорошо выпить и закусить, а потом расскажите о своем чуде. Самое опасное место стоять для еврея, а тем более для раввина, это между евреями и обедом. Поэтому сначала нужно покормить, а потом рассказывать об этом чуде, и мы видим, что здесь Шухонора говорит не только о том, что нужно говорить благословение на место, в котором вы увидели, попали, где в вас произошло чудо, а также делать еще много всего, если на годовщину произошедшего с вами чуда идбудыдуд, уединения и покричать Богу, благодарственную трапезу, чтобы как можно больше евреев покушало и сказал благословение, и рассказывать о том чуде, которое с вами произошло, не стесняться. Это называется заповедная трапеза, сиудат-митсваб. Такая же трапеза, как после обрезания, после свадьбы, после выкупа первенцев, где там Аризак говорит, что куча постов нам засчитывается, если мы просто участвовали в такой трапезе. Поэтому это очень важная фишка. Во-первых, не дай Бог, чтобы с кем-то произошли по плохому поводу чудеса, пусть они происходят только по-хорошему, но если произошло, покричите Богу, вы накормите евреев и расскажите об этом чуде. И точно так же принято это делать, если в тот день, вот все эти три вещи, о которых мы сказали, в тот день, когда происходит чудо, с кем-то из ваших учителей, кто-то из великих ваших учителей, с ним произошло чудо, и вы этому рады, то есть это вас затрагивает, вы точно так же можете устроить все три вышеупомянутые вещи, ну хотя бы покормите евреев. Всегда очень полезно. Евреи добреют от этого и больше любят друг друга, и от этого, благодаря этому, строится третий хак. Продолжим немножко дальше, и мы сейчас переходим, мы начнем сегодня эту тему, переходим к природным явлениям. У нас есть несколько природных явлений, на которые мы говорим благословения, благодарности. Они у вас, эти благословения, приборятся в этом сидуре. Вы знаете, что мы часто пользуемся этой замечательной книжкой, я ни в коем случае не рекламирую Яхо Датру, вот Яхо Датру, можете позвонить, посмотреть, просто много участвую в проектах этой организации, поэтому мне тоже перепал сидурь от этой организации. Так вот, если вы откроете ваш сидурь, не от Яхо Датру, а просто Тейла Ташем, да, вот и специально, правда, на Инстаграме все равно видно Яхо Датру, ну ладно, пусть будет реклама, если вы откроете на 87-й странице, то у вас есть список благословений, где приводится сразу несколько благословений на природные явления, это благословения благодарности. Я прочту, о каких благословениях идет речь, а дальше мы будем говорить о законах этих благословений уже из текста Шуха Наруха. Да, при виде молнии, кометы или падающей звезды, а также при урагане или землетрясении, говорят благословения. Услышав гром, говорят благословения. При виде радуги, говорят благословения. Услышав весь несущуюся радость, это мы с вами обсуждали, хорошую радость вам или другим, говорят благословения. Плохую новость говорят благословения. Запах мы тоже говорим благословения. Также здесь молнии мы говорили, гром и молнии об этом мы говорили. Так вот, на эти природные явления мы да, говорим благословения. Мы с вами говорили также, что говорят благословения, когда увидишь океан или большие горы, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Давайте у нас еще немножко времени, пару минут, и мы начнем обсуждать законы этих благословений. Итак, аруэ барак, тот, кто видит молнию. Меварэх барухаташи малахейна малах аулам, усэм мараш баасэ бэрэшит, благословляет благословение. Благословен ты, Всевышний Бог, наш Ладыка Вселенной, создающий мироздание, да, усэм мараш бэрэшит, делающий действия бэрэшит. Бэрэшит, это имеется в виду мироздание. То есть гром и молния, сотворение миров. Башумэ раам, а если вы только слышите гром, то есть не видите молнию, а слышите только гром, говорите, барухаташи малахейна малах аулам, шекохо укворато мале олам. Говорите благословение, что его сила и мощь заполняют весь мир. Я честно вам говорю, всегда путался, надеюсь, сейчас эти уроки нам не помогут, не путаться в этих благословениях, но я всегда путался, что говорят на гром, что говорят на молнию и так далее. Так вот, на молнию говорят, на мироздание, а на гром говорят, вы, естественно, должны задать простой логический вопрос. А если? И то, и другое, да? А вы прекрасно понимаете, что грома без молнии не бывает, как не бывает дыма без огня. Так вот, шоме раам бруэ барахайхат, который и видит, и слышит гром, и видит молнию, в полидень, сначала видишь молнию, потом слышишь гром, мра рэ хальшнем брахайхат, говорит только одно благословение. Осе, осе ма асе брышис. Ббзе ахарзе барахштей брахот. А если одно за другим, то говоришь два благословения. Итак, здесь, говорится, рассматриваются два случая. И, как обычно это бывает в алахе, в начале рассматривается более частный случай, потом более общий. Надеюсь, мы здесь немножко учили природоведение в школе, хотя у меня была ужасная учительница по природоведению, ее уроки, когда это уже было не природоведение, я стал постарше, я просто всегда прогуливал. Но я думаю, что так как и я, так и вы, знаете, что сначала вы слышите, видите молнию, потом слышите гром. Гром и молния происходят одновременно, разряд, который приводит к этому электрическому замыканию тучи, и звуку грома происходит абсолютно одновременно. Только, дамы и господа, надеюсь, вы знаете, что скорость звука, она меньше, чем скорость света. И поэтому мы сначала видим молнию, а потом слышим гром. Если, не дай бог, вы находитесь в той ситуации, где вы видите, одновременно видите и слышите, то есть не проходит там больше одной секунды, в принципе, то, что это происходит одновременно, что вы не успеете сказать одно благословение, вы видите одновременно и гром, и слышите, видите одновременно молнию, и слышите гром, то тогда вы говорите одно благословение на мироздание, Но более общий случай, когда вы сначала видите молнию, а потом слышите гром, поэтому вы говорите два благословения. Сначала вы говорите благословение на молнию, на творение, а потом на величие и силу Всевышнего, что его сила и мощь заполняют весь мир, потому как между молнией и громом проходит промежуток времени. Я возьму на себя смелость, потому что в законодательстве должно быть всё, чётко определить тот промежуток, в котором оно происходит. Если вы увидели молнию и не прошло то время, за которое вы можете сказать это благословение, и прозвучал гром, то есть в течение где-то трёх до пяти секунд, то тогда вы говорите одно благословение. Если прошло это время с момента, что вы увидели молнию, а потом больше, чем через пять секунд, прозвучал гром, то вы говорите два благословения. Я не буду присылать группу и повторять эти благословения, они есть у вашей сидуре. Я думаю, слова Баруха Таши Малакен Малхолам все знают, а выучить ещё пару слов таким умным людям, как вы, и на Инстаграме, и в нашем Zoom, с Facebook мы пока не дружим, у вас не займёт труда. На этом мы сегодня остановимся. Всем огромное спасибо, кто участвовал. 8.30 сегодня, несмотря ни на что, будет урок-лекция по недельной главе в группе «Скинул линк», но это то же самое, что и на прошлой неделе. Всем пока, кто был на Инстаграме, если у вас есть вопросы, присылайте их в личку. Всех был очень рад видеть. Пока. И все, кто у нас на Zoom, могут смело вербально задать вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok